шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе торы бамид бар в пустыне это недельная глава как вы знаете начинается по велениям всевышнего провести перепись народу за первые 13 месяцев после выхода из египта такая перепись дорогие друзья производилась трижды в чем духовный смысл этого приказа всевышним почему за такой короткий период времени перепись населения проводилась трижды в чем состоит разница между ними на эти и на другие вопросы мы попробуем сегодня ответить начнем мы с вами с того что цели переписи вполне очевидны если вспомнить что согласно первоначальному плану всевышнему пребывание нашего народа в пустыне должно было быть весьма кратковременно и что сразу после сооружения скини нашего храма должно было последовать так сказать вторжение страну израиль в этой ситуации конечно же маша решил выяснить какими человеческими ресурсами располагает народ поэтому он организовал и перепись так сказать мужчин чтобы получить представление о том какую армию он сможет выставить помимо переписи народ предпринимал и другие приготовления к войне например они расположились вокруг скиний в походном порядке поэтому перепись была нужна или необходимо не только для захвата но для успешной оккупации и колонизации к наан и поскольку для справедливого распределения завоеванных земель необходимо было точно знать численность каждого из колен это также объясняет почему левитов подсчитывали отдельно колено леви не полагается удел в земле израиля и они не должны были участвовать в войне зачем тогда вообще нужно было считать левитов чтобы справедливо распределить между ними работу в храме пскими однако правила переписи для левитов были другие нежели для всех остальных людей других подсчитывали начиная с 20 летнего возраста левитов же всех старше одного дорогие друзья одного месяца подобные правила было были никак не связаны со службой левитов скиний которая начиналась с 25 лет почему же всевышний повелел посчитать даже грудных младенцев из этого колена ответ на этот вопрос дорогие друзья связан с тем что левиты должны были заменить первенца первенцы были уделом всевышнего с момента рождения поэтому первенец должен быть выкуплен формально эту заповедь возможно исполнить не ранее чем через три дня после родов поскольку до этого младенец считается ле бар каяма недостаточно жизнеспособным однако с учетом высокой детской смертности в древнем мире достаточно жизнеспособным полагали лишь ребенка прожившего не меньше месяца из всего вышесказанного следует что когда люди подвергаются пересчету они связаны отношениями равенства величайший человек и самый ничтожный так сказать каждого считают один раз не больше и не меньше а мы знаем что перепись была знаком любви бога она была направлена на то чем весь народ обладал в равной мере не на интеллект не на моральные установки и не на сущность каждого а на еврейскую душу то есть на то что нам обычно не видно а значит цель переписи это возвысить душу каждого человека сделать так чтобы каждый о ней знал теперь мы понимаем что целью исчисления было раскрыть сущность души каждого человека и свойство истинной бескорыстной отдачи энергия высшей любви она растекается как вода наполняя собой все это основное свойство мироздания основа нашей жизни но чтобы проявиться в себе это свойство и управлять им необходимо так сказать эгоизм позитивный духовный мир мир силы и тура рассказывает нам о соотношении этих сил внутри единой системы называемой душа именно благодаря многообразию свойств и их сопряжению между собой проявляется свойство творца раскрывающее все мироздание а значит это откровение имеет глубину которая делает его не подвластным разрушением времени оно действует буквально все время дорогие друзья сегодняшний мир напоминает мне пребывание народа в пустыне пространстве где нет видимых границ тяжелые физические условия и отсутствие какой-либо ясной картины в будущем именно тогда особое значение приобретает организация в пространстве и во времени построение четкого расположения колен вокруг скини и завета пересчет и соблюдение шаббата так что отложите дорогие друзья свои телефоны и все будничные проблемы оденьтесь или оденьте самую нарядную одежду приготовьте особую вкусную еду и откройте двери для шаббата будьте здоровы всяческих благ браха вас лаха шаббат шалом ваш раввин капла уная как и а а и и и